Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города и я Нина Коновалова. Ну, вы, наверное, уже обратили внимание, что каждый раз я очень тщательно готовлюсь к очередному видеообзору. И сегодня, даже для сегодняшнего видео, я отварила яйца. Влияет ли рацион курицы на вкус ее яиц? Определяют ли некоторые продукты, которые потребляет курица, на вкус ее яиц? Можно ли получить яйца лучшего вкуса от наших курнесушек? Эти вопросы чаще всего задают мне мои подписчики и вопросы такого плана. Не влияет ли на вкус яиц добавление в рацион лука, чеснока или рыбной муки, либо просто рыбы? Ну, начнем с того, что возраст яйца не влияет на его вкус. Хотя у старых яиц более водянистые белки и более тонкие желтки. По мере старения яйцо теряет углекислый газ и влагу, которая уходит через поры в яичной скорлупе. Но возраст не влияет на вкус. Кроме того, цвет яичного желтка также не влияет на вкус. Нет доказанной связи между цветом желтка и вкусом. Но большинство людей, включая меня, считают, что более темные желтки, они вкуснее, чем желтки более светлые. Наверное, это можно объяснить тем, что наши глаза поедают яйца намного быстрее, чем мы съедаем. И наши вкусовые рецепторы начинают осознавать вкус, понимать вкус яйца. Яйца от кур, которые питаются здоровой пищей, разнообразной пищей, включая травы, листовую зелень, какие-то там овощи. Возможно, на вкус они несут яйца немного лучше, чем у кур, которые едят комбикорм. Но это не огромная разница. И большинство людей не могут отличить вкус яиц, которые куры снесли на выгуле или на производственных кормах. И как бы мы сейчас не спорили, научно доказанный факт, что корма не влияют на вкус яиц. Абсолютно никак не влияют на вкус яиц. А если бы влияли, наверное, на прилавках наших гипермаркетов, супермаркетов, были бы объявления, были бы ценники такие. Продаются яйца со вкусом мяты, с ароматом мяты. Либо продаются яйца с лавандовым ароматом или лимонным, цитрусовым. Нет, конечно же, такого нет. И еще расскажу, как бы мы сейчас не спорили, у каждого человека свое мнение. Кто-то считает, что куры, которые гуляют, питаются в свободном выгуле, несут яйца намного вкуснее, чем те куры, которые кормятся производственными кормами. Я же говорю, что научного доказательства, что корма влияют на вкус яиц, нет. Так что же определяет вкус яйца? Жир, добавленный в куриный рацион, предположительно, повторюсь, предположительно, может сделать яйца вкуснее. Такие вещи, как растительное масло, либо животные жиры, могут сделать яйца вкуснее. И вот смотрите, ведь улучшить вкус яйца очень трудно, а испортить достаточно легко. И испортить можно ароматом, например, лук или чеснок, либо рыба, рыбий жир. Это вещи, которые предположительно, опять же говорю, предположительно, могут негативно повлиять на вкус куриных яиц. Ну, давайте рассмотрим чеснок и лук. Я лично добавляю чеснок в корм моих кур регулярно, бросаю свежие зубчики чеснока в их воду, измельчаю, добавляю в мешанку. Я это делаю, чтобы улучшить их иммунитет и здоровье. И могу вам с уверенностью сказать, что чеснок не портит вкус яйца, если все делать дозированно, в небольшом количестве. Вот луком я не кормлю своих кур. Знаете почему? Потому что он далеко не так полезен, как чеснок и может быть токсичным в больших количествах. Хотя много читала, что в больших количествах лук и чеснок ухудшают вкус яйца. Но чеснок в маленьких количествах для профилактики не влияет никак ни на вкус, ни на аромат. Хотя вопросов таких задавали много. Теперь рыбная мука. Многие куроводы используют рыбную муку в качестве натурального белка. Рыбная мука определенно может придать яйцам рыбный вкус. В прошлом я много добавляла рыбную муку и яйца действительно были невкусные. Рыбная мука должна составлять приблизительно 1 или 1,5% от корма, чтобы яйца кур не казались рыбными на вкус. Поэтому всегда нужно все в умеренном количестве добавлять в корма наших курнисушек. Конечно, есть те подписчики, которые мне часто пишут, что мы ходим на рыбалку, ловим рыбу, кидаем рыбу курам. Они прекрасно клюют рыбу, едят. Это вообще... Представляете, натурпродукт. И у них яйца не пахнут рыбой. То есть, вот видите, опять же, совсем противоречивое мнение. Но есть одна вещь, которая неспорно может испортить и вкус, и аромат наших яиц. Поскольку яичная скорлупа содержит споры, и вот через эти споры поглощается воздух и запахи через скорлупу, то запахи холодильника могут проникать в яйца и изменять вкус на неприятные. Чем дольше яйца хранятся в холодильнике, тем больше воздуха всасывают через свою скорлупу, и тем сильнее могут повлиять на вкус и аромат, запах. А вот поскольку немытые яйца можно хранить достаточно долго, то мне нравится хранить яйца вот в таком вот виде, в прохладной холодовке. В холодильнике мы яйца не храним, даже летом. Что я хочу вам в итоге сказать? Склад ума, по-видимому, больше влияет на восприятие вкуса яиц, чем что-либо другое, научно доказанное. Лучший способ получить яйца лучшего вкуса от наших кур, это избегать большого потребления чеснока или лука, то есть не кидать много чеснока или лука в корм, не добавлять много рыбной муки, и даже, кстати, говорят, лен или масло льна, также могут испортить вкусовые качества яиц. И в некоторых случаях, если у вас позволяют условия, храните яйца немытые в кладовке, в прохладном месте. И точно так же, как молоко, которое мы покупаем участников, которое дает нам коровка, которая кормится на пастбищах, либо мясо, которое мы покупаем тоже животное, на лугах, на пастбищах пасется, нам кажется намного вкуснее, чем то, которое мы покупаем в магазинах, и сельскохозяйственные животные кормились, в общем-то, производственными кормами. Вот наш мозг воспринимает вот так, чем вкусовые рецепторы. Поэтому, если вы хотите получать вкусные яйца, кормите тем, чем кормите, но в умеренных количествах добавляйте лук, чеснок и рыбу, либо рыбную муку. Вот, собственно говоря, и весь ответ на все ваши многочисленные вопросы. Надеюсь, этот вопрос вызовет массу споров, и вы свои комментарии напишите под этим видео. Давайте порассуждаем на эту тему. Всего доброго, друзья! До свидания!